Поэтому они, естественно, так и реагируют. Они, а что, кто вы? Какие же вы? Чего вы нас смешите? Вы нас не смешите. Потому что вы тут понаписали фигню всякую. Это ни о чем не говорит. Раз вы смогли сами изготовить правильный документ, значит, вы подтвердили свою дееспособность. Оживление через систему почты СМС. Отправление письма самому себе. Тот титул, с которым ты ушел в море, вернулся с моря, опять в строю. Будьте любезны, верните все, что, так сказать, мое. Все, что по закону мне причитается. Оттуда приходил ответ, что да, действительно, у нас в реестрах он оживился, но подтверждаем. Который проверен и МВД, и ФСБ, и заграничными структурами. А такого результата пока еще не было ни у кого. Одной маркой, зная какой, можно оплатить там, ну, огромные счета. После этой фразы тебя даже досматривать не имеют права. То есть тебя просто пропускают и все. Три раза они тебя имеют право сбить в стол. В России и Европе катаются с этим удостоверением вообще без права. При ООН открыт Международный уголовный трибунал. И это тоже скрывалось, это было тайно. Российская Федерация официально заявлена преступником. Нужно обязательно заявляться живыми, но статуса и чина нас никто не лишал. Никто не может препятствовать передвижению патчмейстера ни по суше, ни по морю. Он является по статусу выше, чем нотариальное заверение. Устный афидевит имеет высшую юридическую силу. Он устно заявил о том, кто он, путешествует по миру, вообще без никаких документов. Вам нечем подтвердить гражданство СССР. Ты изготавливаешь, соответственно, себе документ. Стамп. Он же и является свидетелем того, что документы были переданы капитану корабля. Такая хитромудреная, хитропопая такая хитрость, вот это все вместе в связке дает бомбический эффект.